Виолетта Ефименко Гражданин, живущий в городе Десногорске, имеет право на здоровый отдых и полноценный сон. Хулиганы к ответу. Административная комиссия рассмотрела дела о правонарушениях. Солдаты гибли, тысячи, предтысячи погибли. Вот какой-то памятник же можно поставить. Никто не забыт и ничто не забыто. Десногорская молодежь напомнили о духе патриотизма. Мне скука надоела, а то в моем волне веселье не зайдете. Кики и Марин день. Школьники побывали на этнографическом празднике. Депутаты Смоленской областной думы провели заседание по реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. На встрече представители исполнительной власти и руководство регионального оператора по вывозу мусора обсудили текущую обстановку в области. Из плюсов они отметили увеличение количества рабочей техники, установленные дополнительные баки и сформированные графики вывоза. Взяты под контроль выставление счетов и их рассылка. Из минусов по-прежнему проблемными остаются Заднепровский район Смоленска, Ельня, Белиш и несколько поселений в Рословском районе. Депутаты выразили готовность оказать содействие региональному оператору в решении этой проблемы. Помочь по линии власти и подключить общественность. 12 марта представители городских хозяйственных структур Десногорска отчитались о проделанной работе и наметили планы на будущее. Подробности в сюжете. По данным медсанчасти в отделении скорой помощи обратилось 363 человека. Всем оказана своевременная квалифицированная помощь. С диагнозом ОРВИ на больничной отправилось 222 заболевших. Зафиксировано 8 случаев пневмонии. Коммунальная служба работает в обычном режиме. Продолжаются работы по расчистке остатков снега и песка. Проводятся собрания с собственниками, где решаются вопросы по установке контейнеров на площадках. Запланирован у нас проведение еще двух собраний в пятиэтажках первого микрорайона, которые анонсировочно проведем на следующей неделе. Досок Десногорцев организован и полон событий. 15 марта в Центре культуры и молодежной политики состоится зональный этап областного конкурса. Знаете, каким он парнем был? Начало в 15 часов. Также 17 марта в 12.00 зональный этап областного конкурса хореографических коллективов «Ритм НЕКО». Вне штатных ситуаций в Десногорске не зафиксировано. Муниципальная система оповещения функционирует в обычном режиме. Белета Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. 12 марта состоялось очередное заседание административной комиссии Десногорска. Были рассмотрены дела об административных правонарушениях. Сколько хулиганов удалось привлечь к ответу и за что – подробности в сюжете. На заседании комиссии было рассмотрено 7 протоколов об административных правонарушениях. Явка нарушителя казалась невелика. Заседание в итоге посетило 4 человека. Все протоколы были по одной статье – нарушение тишины и спокойствия граждан с 22.00 до 6 часов утра. Такие нарушения без озрения совести позволяют себе некоторые недобросовестные жители города. Многие из них не подозревают, что находятся в поле зрения как инициативных граждан, так и административной комиссии. Гражданин, живущий в городе Десногорске, имеет право на здоровый отдых и полноценный сон. Режим тишины должен соблюдаться всеми, без исключения жителями города. Наказание за это нарушение предусмотрено в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Троих нарушителей оштрафовали на сумму 3 тысячи рублей, двоих – на 2 тысячи, одного – на 1 тысячу рублей. Также еще одному вынесено предупреждение. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Смоленский следственный комитет заинтересовался разрушенным домом по улице 8 марта. Более 70 лет жильцы этого дома ждут капитального ремонта. В некоторых квартирах рухнули несущие стены. С потолка свисает проводка. Дырки в полу и трещины на стенах постоянно появляются в новых местах. Еще в 1989 году исполнительным комитетом было определено, что дом изношен на 50%. Ситуация ухудшается с каждым днем. Но, несмотря на это, жильцы продолжают ждать капитальный ремонт. Он назначен с 2020 по 2022 годы. По данному факту, следственными органами проводится проверка. Чтить подвиги своих потомков – это святая обязанность любого сознательного гражданина своей страны. День памяти советским воинам Великой Отечественной войны отдали на уроки мужества, который прошел в Центре культуры и молодежной политики Десногорска. Пройдут века, но события тех дней останутся в истории нашей Родины. Великая Отечественная война – невероятное по своему масштабу и ужасу действие, которое сотрясало нашу планету на протяжении нескольких лет. Обязанность помнить и чтить подвиги наших предков – это критерий настоящего патриота. Об этом говорили на уроке мужества, который организовали неравнодушные и радеющие за сохранение исторической памяти десногорцы. Среди них Игорь Журавлёв, председатель Десногорского совета ветеранов. Он рассказал о стратегических особенностях нападения фашистов. Долгие два года, с июля 1941 по сентябрь 1943, длилась оккупация Смоленской области. А Смоленское сражение 1941 года стало одной из самых кровопролитных и напряжённых битв. Бои шли и на нынешней территории Десногорска. Отголоски тех страшных и судьбоносных событий до сих пор находят на просторах области. Поисковый отряд «За Родину» продолжает искать и по крупицам трепетно собирать историю сражений тех лет, которая привела к великой победе. Сохранение исторической памяти молодого поколения – задача, которую нужно решать здесь и сейчас. Мы хотели в первую очередь рассказать о тех боях, которые проходили, конечно, здесь, вот именно на той территории, где мы сейчас находимся. Решили детей собрать, им рассказать. Нам просто интересно. У меня сзади сидели специально приглашённые, которые смотрели, как дети реагируют. Поймут они это или нет. Также молодёжи Десногорска предложили написать сочинение размышления о сути патриотизма и любви к Родине. Эти работы призваны стать обращением инициативной группы в администрацию области для установки памятных монументов на территории военных действий. От каждого из нас зависит, останутся ли эти события в нашей душе и сердцах или только на страницах учебников истории. 12 марта в Смоленске в доме номер 7 по улице Румянцево загорелась квартира. В ней находились женщина и её кот. На место пожара незамедлительно прибыли пожарные, 11 сотрудников МЧС и скорая помощь. Благодаря молниеносной реакции огнеборцев женщина с питомцем серьёзно не пострадали. Хозяйку госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, а спасённому с пожара коту оказана реанимация при помощи аппарата. 12 марта школьники побывали на необычном мероприятии в историко-краеведческом музее. Здесь в честь пакостницы и проказницы Кикиморы устроили гулянье. Что нового про неё узнали ребята и как она встретила дорогих гостей – далее в сюжете. Шишимора, суседка, мар – самые распространённые названия этой неприятной особы, но чаще всего её называют Кикимора. Про Кикимору написано много сказок и снято немало мультфильмов. Именно с просмотра мультфильма ребята начали отмечать День Кикиморы, после чего детвора ловко попрыгала по кувшинкам искать виновницу праздника. Сама Кикимора оказалась не злой и не страшной. Она с удовольствием развлекалась со школьниками. Все играли в маленьких лягушат и завязывали на дереве узелки. Проползти через туннель-мешок захотели все ребята, ведь им нужно было сварить настоящее зелье молодости, а для этого нужно выдержать Кикимори на испытание. Ребята застревали, смеялись, но не сдавались. При помощи заклинаний школьники сварили эликсир молодости и с удовольствием его выпили. В этот день про Кикимору ребята узнали много нового и интересного. Кикимора – это не просто какое-то болотное чудище, а домовой, который как хулиганит, шумит, бьет посуды. Она похожа на домового, прячется за печками, иногда шуршит, бьет посуду. По мнению ребят, все было супер, и они готовы отмечать Кикиморин день в следующем году. Ведь Кикимор много, а сегодня они узнали только про одну – болотную. Накануне 2019 года в Кремле проходила акция «Елка желаний». Предполагалось, что желания россиян будут исполнять чиновники. Смоленский блогер Иван Гуторов попросил снять социальный ролик для людей с ограниченными возможностями. Смолянин сам инвалид-колясочник и хочет помочь людям, впавшим в уныние. Его желание исполнилось. Ивану позвонили из Москвы и предложили снять видеоклип с Алексеем Островским. Губернатор Смоленской области эту идею поддержал. С 13 по 19 марта в Десногорских школах проходят тренировочные тестирования по предметам на выбор. Выпускники 9-11 классов пробуют свои силы по химии, физике, обществознанию, литературе и другим предметам, необходимым для поступления в учебные заведения высшего и профессионального образования. Напомним, что до выпускных итоговых экзаменов остается чуть более двух месяцев. И коротко о погоде. 14 марта в Десногорске переменная облачность. Возможны осадки. Днем плюс три, ночью до минус пяти. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин